Блин, вот как всегда, последняя победа и закон полости. Но нет, ребятки, кладбище мы дефаем. Да, у нас шансы есть. Неужели? А ну, смотри-ка. А ну, смотрим, ракета. Да, всё, победа. Нет, стоп. Да, ооо, блин, вот это победа. Субтитры сделал DimaTorzok Прокачка турниров стандарта, и у вас должна быть бесплатная попытка. Ну, либо гемы на счету. Если у вас недоступна прокачка турниров стандарта, что такое прокачка турниров стандарта? Это девятые, ой, четвёртые эпики, девятые коммонки, седьмые арарки и легендарки. Если у вас не соответствует этой прокачке, мы всё равно сможем забустить, но 12 побед не гарантируем. Не 100%, но тоже вполне возможно. Испытания наши бустеры это сделают, я вам гарантирую, ребят. И также, у кого нету возможности финансов заказать буст, ребята, запускаю конкурс, как всегда, на каждом испытании, точнее, розыгрыш на бесплатных 3 буста. Условия, как всегда, очень просты. Это подписка на мой канал, это лайк плюс колокольчик, подписаться на мой паблик, подписаться на спонсора, это важно, и сделать репост этого ролика в паблике. Я все ссылочки, все условия продублирую в описании, всё по порядку, всё там будет понятно, очень легко. Участвуйте, завтра или послезавтра, после момента выхода этого ролика, мы подведём итоги. Если наберётся больше полторы-двух тысяч репостов, я сделаю 4 призовых места на это испытание. Ребята, 4 призовых места, если больше 2000 репостов. Вот, а так будет 2-3 призовых места. Участвуйте, завтра по репостам определим победителей. Победителей, условия нужно выполнить обязательно все, я все условия буду проверять. Итак, теперь мы перейдём, ребята, к колоде. Колода выглядит, ребята, следующим образом. Это палач, это торнадо, это ракета и это молния. Это то, о чём я вам говорил. Эти связки вы будете встречать. Да, у нас нету трёх мушкетёров, да, у нас нету хила, это всё не надо. Значит, мой вам совет, ребят, не брать бревно, не брать зап, не брать стрелы, не нужно брать такие спылы, которые наносят мало урона. Они здесь не тащат, здесь тащат. Реально, берите спылы, не жалейте, можете ещё и фаер взять, но торнадо я желательно брать, потому что можете всё-всё, что наспамит ваш противник, собрать в торнадо и ракеты, хлоп, и убили. Не берите мелких юнитов, которые убиваются там стрелами, запами, потому что это всё будет контриться палачом, ребят. Берите такие карты, которые не контрятся ракетой. Вот принц у нас в деке есть, его, по-моему, ракета не убивает. И небольшой для вас, ребят, сюрприз. Эту колоду составил кот-наркот. Да, ребятки, он вернулся. Возможно, новые зрители не поняли, о чём я. Это мой бустер, это топ-игрок, который вечно составлял у меня колоды, который проходил разные испытания. Мы с ним записывали совместные ролики, брал интервью, показывал разные его крутые атаки. Поэтому для старых зрителей это всё понятно, новые зрители не знают его. Сейчас вы как раз с ним познакомитесь. Мы уже с ним записали онлайн-атаки, поэтому повтор мы не будем записывать. Вы посмотрите сейчас отрывочек. Ну а после этого отрывка я заберу свою награду, откроем сундучок, посмотрим, будет ли легендарка. Поэтому желаю вам приятного просмотра, подписываемся на канал и ставим лайки, ребят. Так, запись пошла, ты готов? Да-да-да, готов. Поздоровайся со зрителями, с нами в скайпе Кот Наркот. Всем привет. Давай, поехали, бой. Кто не в курсе, ребят, новые зрители вряд ли, наверное... Вау. Что? Всё, всё, отлагало, я думал у меня завис экран. Кто не в курсе, новые зрители, наверное, вряд ли знают тебя, потому что... Ну, кто помнит Кот Наркот, напишите в комментариях, мне интересно, остались ли те люди, которые помнят наши добрые деки, наши ссоры. Наши ссоры, наши совместные видео, да. А, и Кот Наркот даже на моём канале проводил один ролик. Ладно, в общем, об этом мы поговорим потом, сейчас смотрим испытания. Кот Наркот уже сколько там побед? 7-0? 7, да. Это я сделал за минут 15. Это, ребят, да, это всё быстро, поэтому можете не сомневаться, что вам испытания забустят. Единственная к вам, ребят, конечно, просьба, это прокачка карт. Она должна быть турнирного стандарта. То есть, 4 эпики, 7 арарки, 9 команки. Но, даже если у вас и не такая прокачка, всё равно буст мы сможем сделать, но только 12 побед мы не будем гарантировать. Но, как можно больше, естественно, сделаем. То есть, естественно, прокачка, я думал, она будет приравниваться, ребят, как и в остальных испытаниях. Но, к сожалению, нет. Итак, смотрим, что у нас у противника? У противника какая-то говно-колода. Это летучие мыши, хок. Значит, советики вам. Хок для дефа самое то, как раз таки. Летучие мыши? Для дефа ты... Не, не летучие мыши, а вот эта ведьма с ледяным големом. Големом, да. Ну, хок. Ой, я сейчас просто найти момент, когда вот как раз сейчас и момент пошёл. Значит, советы, ребята, в этом испытании. Как тащить? Ну, брать можно... Побольше сполов брать. Побольше сполов, да. Это ракета, это молния. Ну, и под голема. Только под големой и пеку надо молнить. Торнадо. Торнадо тоже надо, да? Торнадо обязательно. Обязательно. Точно, это уже желательно. Ну, конечно же, да, обязательно. Ну, а лава или голем, мне кажется, это уже дело каждого. Нет, не лава. Ты что, гонишь что-то? Дофига вот эти... Ну, почему? Шарик. Ну, я не знаю. Ракету выкинул, капец. Ракету мимо, да? Ну, вообще, я не хотел... Ну, это всё равно трёшка. Это всё равно трёшка. Потому что остаётся 300 хитпоинтов. Последняя трёшка от Принца. И какая победа? Восьмая. Восьмая. 8-0, ребят. 8-0. Пока что идёт всё как по маслу. И это хорошо. Да, ну, у меня в основном по минуте как раз таки делились бои. Ну, два боя подряд по минуте. Вообще классно так. Да. Поэтому заказывайте смело буст. Ну, а если не хотите, участвуйте в конкурсе на бесплатный буст. Либо сами пытайтесь. Ну, испытание на самом деле... Ну, изич. Серьёзно. Потому что, если сравнивать с драфт испытанием, то это... Это было что-то. И 2 на 2. Это было, конечно. Ну, драфт ещё ладно, но 2 на 2 это было, конечно. Так, вот тут противник уже шарит. Смотрим. Это будет интересный бой. Гигантский скелет. Гигантский скелет, кстати, тут может быть и в тему. Я даже не знаю. Ракетой мы убиваем ночью ведьму. Чё говоришь? Я сам на самом деле не знаю, нахер на ему вот это гигантский скелет. Ну, смотри. Торнадо, гигантский скелет и дефаешь ты всё. Я думаю, это нормальная тема. Это лучше, чем ракета. Для дефа. Не знаю, на самом деле. Ладно, смотрим. А, нет, нормально. Я подумал, что он прошёл. Снова гигантский скелет. Тут бы таран бы сейчас слева. Вообще было бы круто. Да нет. 600 хитпоинтов остаётся у тебя у вышки. Что-то пока что всё у тебя плохо. Вот, смотри. Пункт. И гигантский скелет не даёт тебе пройти просто. Ну, так-то да. Снова ставится голем. Ну, мне что-то подсказывает. Эта катка будет либо сложной, либо проигрышной. Но в любом случае у нас... Не, просто сложная. А ты что, гонишь? Не надо говорить, что она такая проигрышная. Ну, ладно, да. Ещё, в принципе, полторы минуты. Будем сейчас тащить. Хотел сказать, сейчас будет удвоенный эликсир. Осталось 30 секунд. Так, отлично, всё, отлично. Палач там сделал своё дело. И мы забираем у него всех юнитов. Да, вообще, красавчик. Блин, жаль, что принц подорвался. Ну, кот-кот всегда умеет комбетчить. Слева можно не париться. Слева мы заберём. Фаерболом. Фаерболом добивается сторона у нас. Хорошо. Сейчас будет снова всё в торнадо. Когда убьёт... Да, ты глянь-ка. Убьём, да, убьём гигантского скелета. Ну, то, что я и говорил, что гигантский скелет не будет давать проходить. Ладно, наблюдаем за развитием боя. Бросаем принца. Ну, по сути, он не даст ему пройти. Ну, противник не лох. Противник не лох. Ставим голема. Сейчас бы со своей стороны было бы идеально торнадо и ракету на вышку, но я вижу, эликсира не хватает. Так, ну да. Подтекает он торнадо на бомбу. Мы это уже выяснили. Контрим. Блин, ведьма. Ведьма. Убили ведьму. Хорошо. Бросается фаербол. Остаётся тысяча. Не забуду я за вышку, ты не переживай, но если чё. Ага, так. О, слушай. Я просто смотрю по второй вышке. Да-да-да-да, у тебя шансы есть. У тебя шансы есть. У него кроме фаера ничего нету. Блин, такое. Да-да-да. Тут. Добей, алё, голем. Ладно, он добьёт уже. Да, не верю. Нет, не добил. А, фак. Фааак. Ребятки, ну, ну, бывает, бывает. Посмотри, сколько кубков у противника. Кубков. Да. Ну, парень играл хорошо. И колода. Стоит рекорд 5400. Ну, не топ, но прокачка... Ой, прокачка колода. Мне понравилось его. Ладно. Поехали дальше. Всего лишь одно поражение. Счёт какой? 8-1, правильно? Или 9? 8-1. Итак, ставим голема. Миньоны. Миньоны с краю карты. Миньоны это очень странное решение. Я подозреваю, что он туп. Конечно. А у Пека это нормально. Ну, Пека нормально, но у миньоны... Камон. Когда есть торнадо, палачи у всех в ПДках. Ну, мне кажется, тут не пользуется сейчас популярностью карты, которыми стрелами можно убить. Тут надо, да, брать те карты, которые ракетой нельзя снести даже. Вышибал. Ну да, я же Принца, поэтому и взял как раз таки. Да, да. Потому что его и не снесёшь ты. Принца, да. Поэтому в армию скелетов, ребят, забывайте. Не берите её. Это крутая карта, но не в этом испытании. Ни мухи, ничего тут не надо. Тут надо брать жирных юнитов. Чё? Да ладно? Кладбище. Ну, в принципе, тут... Ой, нет, ну Пека, ну алё. Ой, фу. В смысле, алё? Я думал, что она засахлилась на Пеку. Ну, тычку, да, или две? Ой, опять Пека. Я вообще не понял, реально это прикол, что она дала тычку на этого? На что? Ай, блин, я скосил молнией. А нет. Почему скосил? По палачу попало, это хорошо. Ну вот миньоны. Да, вот. Это ни о чём. Это 5 эликсира он только что влил. Это, конечно, X3. 5 эликсира быстро откатится, но всё равно это не то, ради чего нужно их тратить. Поэтому не берите такие карты. Голем доходит, взорвётся возле вышки, всё. Там, в принципе, наша... А, нет, не взорвётся он возле вышки, но не суть, не суть. Ну, это вообще без разницы. Да, без разницы, потому что мы лидируем, и у него со спылов только фаер и бревно, всё. То это... Я не понимаю сейчас вообще, что он творит. А кладбище считается заклинанием? Я его не помню. Да, это заклинание, да. Тогда 3 спала у него. А, ещё торнадо. Блин, 4. Ну, я хотел сделать акцент на то, что с пылы, которые наносят урон... Хотя кладбище тоже наносят. Ладно, не суть. 300 хп. 300 хп у вышки. Ну, ладно, то мы добьём. Ты, я так понял, на трёшку рвёшься, да? Или просто хочешь добить сторону? Кстати, ты мне напомнил, да, надо менять уже вышку. Хорошо, я заклипался, стой. Да, просто он сейчас уже пеку слил. Ну, ты, в принципе, тут, наверное, всё-таки потеряешь, мне кажется. А может, и нет? Там пофиг, ну, уже потеряю, а не потеряю. Не, я просто-просто говорю. Наверное, потеряешь, да. Поэтому сейчас... Ну, лучше сейчас отдать, чем потом. Да, и всё. Нет, боди, а чё я не потерял? В смысле? Не потерял? Он такой нуб, что не отдал, ой, не забрал мне его. Ну всё, ребят, два голема. Фаерболом добивает вышку. И в надежде на то, что он тут ещё задефается. Смешной парень. Ну, да, он не очень играл. Мы это уже выяснили в начале боя. Счёт у нас становится 9-1. Правильно? 5 кг, вроде 9, да. Или 10. Не-не-не, было 8-1. 9-1, точнее, да. 9-1. Продолжаем, продолжаем. Поехали. Ну, карты вообще у меня такие себе. Ну, палач только можно кинуть. Ези. Ези, или как его ник читается. Ези. Ези. Короче, мне надо... Я попробую, не знаю, наверное, вот так вот. Потому что серьёзно, я не знаю, что мне против пики сейчас было ставить. Ты сам эту деку составил? Да, серьёзно, сам. Неплохая колода, неплохая. Так. Противник выбросил все карты на деф, поэтому к пике там ничего конкретного... Вау. То есть... Но вот это плохо, у нас нету яда, поэтому нам трудно будет дефать. Яда нету. Но он активировал главное здание. Он активировал главное здание, хотя, мне кажется, тут минус вышка уже у нас. Нет, повезло, повезло, кстати, очень сильно и... Как-то потно, как-то потно всё. Так, яд, яд, хорошо. Дефаем, дефаем, отлично. Ребята, поддержите в комментах, поддержите лайками, подпиской, если вы ещё не подписаны. Так, отлично, ставим голема, значит, мы сейчас будем танковать и подбрасывать. Так, он потратил яд, я не знаю, он ещё одну карту не спалил. Ну, это может быть какой-то спелл. Хорошая, хорошая ракета. Тьфу, блин, молния. Даля. Не, нормально, нормально. А, там ещё одна пека идёт. Так, а вот, ну вот это сложнее всего. Сложнее всего. Контрить кладбище нам, потому что у нас нету яда. Да не, кладбище нормально контрить, просто когда он пушит вот такое. Не, ну так естественно, в соло-кладбище нормально. Ну а как он не будет пушить? Он будет пушить. Поэтому нам трудно. Если был бы яд, мы бы накрыли и всё. А если вот пека танчит, то трудно. Так, ну напряжно, напряжно, ребят. У нас 700 хп на правой вышке. Чётко. Всё, он потратил наконец-то. Да, всё, всё офигенно сейчас будет. Кого он потратил? Он потратил палача, который мне постоянно мешался. А, я понял. Так, у нас голем, сейчас уже скоро будет ещё один голем. Отлично, он слил поизон. Это означает, что нам сейчас урон по вышке не грозит в ближайшее время. И голем взрывается возле вышки. Всё, победа. Ой, победа. Минус тавр. О, как хорошее. Минус тавр. Всё, сейчас самое главное дефать хорошо. И потом мы запушим. Да, да то пофиг уже с вышкой, честно. Я забил на неё всё. Почему? А я думал... Потому что ты глянь, сколько он на неё тратит, видишь? А я думал, ты сейчас на правую сторону пойдёшь. Вот я бы, наверное, пошёл на правую. А, не, 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 не. Ты чё говоришь? Ну, возможно, это и правильно, что ты пошёл на трёшку. А я бы, наверное, сглупил и сейчас начал бы дефать. И, соответственно... Да, там дефать такое оно. И началась бы билиберда. Всё, победа. Ну вот, видишь, да. Слушай, а чекни его кубки? Ну, играл он так... Не, ну, в принципе, это... Да, китайский клан какой-то. Это просто, просто популярная колода. Возможно, он и не топ, но... Играл он напряжно. Да, хорошо мне мешается. Но, по сути, я составил сам. Мне это... О, нормально так. Сколько? 5400, да? Сейчас у него 5100. 10-1. Отлично, ребятки, поддерживаем в комментариях. Осталось 2 победы. И у нас ещё 2 поражения доступны. Правильно? Ну, одно. Да, 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 да. 2 поражения ещё. Одно, типа, в запасе. Да. Так, окей. Ведьма, ДФМ, гоблинскую. Ну, ладно, вообще. Не знаешь, я вот вижу ледяного колдна, и мне уже подсказывает, что это... Хе-хе, нуб. Не знаю, почему. Ну, ну, никто... Так, принц. Ну, принц-то-то неплохо. Ну, ледяный... О, Тесла, лол. Ну, видно, что игрок... Ну, да, это... Да, ну, кстати, с принцем это он хорошо. Не, ну, с принцем, ладно, ну... Это не означает, что он взял его... Осмысленно. Ну, да, может, он просто... Просто, да. Единственное, что есть. Не, мне кажется, это просто шестая где-то арена, седьмая. Да, 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 да. Ледяной колдун, Тесла, ну, это смешно. Ну, это изи будет победа сейчас. В общем, на первый день этого испытания будет, ребят, легко. Да, всегда будет изи, я тебе отвечаю. Просто оно... Ну, такое даже... Не, ну, слушай. На десятой, на десятой позиции, на десятой победе тебе подобрался парень, который сто процентов сидит на седьмой, шестой арене. Ну, слушай, он до десяти побед как-то дошел. Это первый день, мне кажется. Ну, так-то да. А вот смотри, он что сейчас делает в дейв? Кто это, я не понимаю. Ну что, ну он пытается. Он дейвует одного юнита, когда идут тут уже пятеро. Слушай, ну его понять можно, он никогда не видел такого. Он сидит на шестой арене, что он там увидит? Он не знает, наверное, что такое палач. Ну у него... Ну, сейчас чекнешь его кубки ради интереса. Ну, у меня два варианта. Либо это шестая арене, либо 3800. Не знаю почему. Ой, какие 3800? 2800. 2800, да. Я только что сам хотел сказать, 2900. Что-то у меня просто такие мысли, не знаю. Проверь, чекнешь. То, что он прям не может, прям как будто его... Ну, как будто имеет его... Господи, а нек, а нек его, я не знаю, это жесть. Какие-то даже... 3035. Серьезно? Серьезно. Это смешно. Ну ладно, поехали. Нам осталась одна победа, да? Да, и два поражения доступа. Одна победа, ребятки. Но это 12-12 будет, поэтому поддержите лайкосиком нас. Поддержите. Вы, возможно, уже знаете итог этого испытания, потому что вы вначале видели, как я сундук, наверное, открывал. Или я сундук в конце? Не, сундук в конце открою. Вот. Ну, что мы сделали с 12 побед, вы уже 100% видели, поэтому... Ну, все равно поддержите. Нам будет приятно. Так. Молния была от него, да? Ну, все равно мы пеку ДФМ. Блин, как же это по фану? Ребят, напишите свою оценку в комментариях к этому испытанию. Понравилось ли вам X3? Мне очень нравится. И я буду на стриме, возможно, бусты делать, потому что... Ну, я думал, что будет намного сложнее. На самом деле, я думаю, что я осилю это испытание и пройду его. Валькирия. Валькирия мы еще не встречали. Ну, именно у таких популярных колод, таких как Пека, там, кладбище. А, таких, да, не встречали на самом деле. Так, 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 так. Такое же что-то знакомое, конечно же, да. Ну, я же... Хорошо так с кладбищем. Да, я же говорю, нам трудно кладбище контрить, у нас нету бревна, у нас нету яда. Не, кладбище нормально, это не Пеку трудно контрить. Ну, Дека что-то с кладбищем. Отлично, 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 проход получил, САС. Так. Мы вышку не минуснем, но оставили там как раз чуть-чуть. Сейчас бы торнадо, торнадо. Будет торнадо, нет? Торнадо еще рано. Ой, пойди, а вот сейчас самый... Блин, ну ладно. Ну, Палача уже нету. А почему ты не использовал? Не было его или ты что? Кого? Торнадо. Ну, там когда Палач был живой, там можно было их... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, не, нормально. Не, ну вот это он погорячился на трешку, когда нету кладбища. Неужели он думает, что он с Пекой пройдет? Ну, он слил Пеку. Мне кажется, может... Сейчас он вообще зря. Он сейчас проседает по эликсиру, в общем-то. Ну, да, но все равно, чувак, если он сейчас хорош... Сделает заход, может трешку забрать. Поэтому давай, поднапрягись, минута осталась. Ну, блин, плохо. Мы пока не лидируем. Вышку-то мы одну заберем, но нам хотя бы нужно... Нам нужно хотя бы правую как-то продамажить. Так, Палач плюс ведьма уби... Ой, Палач громоверца мы убиваем. Ночную ведьму его убиваем. Спамим големами, спамим. Так. Ой, жестко так. Нет, жестко. У него слишком много сплэша. Валькирия, громовержец... Ну, громовержец не сплэш, но все равно. Ладно, пусть он еще что-нибудь подкинет, значит. Я хочу торнадо плюс ракета. Ракета, да. Тут только так остановить. Еще подожди что-то. Это твоя молния или его? Нет, его. Его. Ага. Так. Все, давай. Поехали. Пам, отлично. Теперь сейчас задефаться самое главное от кладбища. Ну, вышки бьют... Одна вышка бьет кладбище, это хорошо. Так, ну, вот сейчас, вот сейчас вообще накаляется ситуация. Обстановочка точнее. Конечно же, да. И он понял, что ему трошечку не одолеть. И он идет на двушку. Смотрим. Ну, ребятки, ну... Напряжно, напряжно. Так, торнадо, кладбище. Вот сейчас с кладбищем будет больно. Пум, отлично. Блин, Валькирия. Но он не успел согреть. Ладно, ладно, а то пофиг. Но он согреть не успел, это главное. Так бы, если бы на Валькирию согрелась вышка, то было бы... Чет, чет, чет твои действия. Будешь дефать, да? Я думал, ты сейчас там голема риск. Да, но что-то слишком жестко. Да, вижу, вижу, да. И... Я думаю, ракету не надо. Да не надо. Голема. Голема, я думаю, или нет. Ну, блин, он не дает тебе сделать атаку. Тупо не дает. Он заставляет тебя сидеть в дефе. И видишь, да? Не он, не ты прессингуешь, а он. Мне кажется, это он занял такую позицию. Да, это нормально пока что. Тысячу хп осталось. Я бы не сказал, что это нормально. Да, продамложил. Ну, сейчас Валькирия плюс кладбище-то, или что-то в этом роде, и все. Ну, да, тут, ребятки, наверное, поражение. Ну, ничего, у нас еще есть... Есть еще один шанс. Блин, вот как всегда, последняя победа и закон полости. Но нет, ребятки, кладбище мы дефаем. Да, у нас шансы есть. Неужели? Так. А ну, смотри-ка. А ну, смотрим. Ракета. Да, все, победа. Нет, стоп. Да. О, блин, вот это победа. Отлично. 12 побед. 95 хп, ребята. Вы обязаны влупить лукас. 50 лет там было. Всего 12 побед, правильно? Да, 12, 48 тысяч, все, классно. Отлично. Ну что, ребят, я надеюсь, вам понравились онлайн-атаки, испытания крутое. Оставьте свою оценку в описании, точнее, в комментариях, мне будет интересно почитать. Ну что ж, забираем 48 тысяч золота. Итого, ребята, я вернул свое золото, которое потратил вот буквально недавно на прокачку Валькирии и Мушкетера до 10 уровня. Кто не видел этот ролик, зацените обязательно, подпишитесь и зацените. Ну а теперь давайте перейдем к открытию сундучка. Ровно половина ресурсов от Большого Испытания. 1100 золота, 3 мушкетера, башня-бомбежка, элитные варвары, таран, таран. Так, рарок уже много. Эпическая, 3 карты, еще эпическая, 3 карты. И, блин, ну что же так обломало меня в конце? Ну должна быть лего, ну чего она не выпала? Команки, да, команок не так уж и много упало. Всего лишь 48 элитных варваров и 87 миньонов, а должно быть 500. Ну ладно, ничего страшного. Или нет, стоп, сколько команок должно быть? Ладно, в общем, не суть. Самая главная добыча это золото, ребят. В общем, надеюсь, вам этот ролик понравился. Надеюсь, вы его оцените лайком. Участвуйте в конкурсе на бесплатный буст. И заказывайте буст, если вы хотите приобрести 12 побед и 100 тысяч золота, ребят. На этом я буду с вами прощаться. Ждите мои новые выпуски. Подписываемся на канал, включаем колокольчик. Желаю вам удач, удачных побед и до новых встреч, ребята. Всем пока!